Мы позвонили одному человеку, который повезет нас на экскурсию по объектам недвижимости, именно жилым. Хотим посмотреть апартаменты, хотим посмотреть расположение по ценам. Если хотите, поехали с нами. Мы приехали в наш любимый район Авсалар, познакомились с ребятами, у которых здесь своя строительная компания. И в данном случае прямо за мной сейчас один из домов, который они строят. Вид на море, этого сейчас не видно. Вот второй дом, который тоже стоит за мной. Вид на море, высота птичьего полета. Поднимались мы сюда в гору. Дом находится на сопке, получается одна из самых высоких частей. То есть ничто не будет мешать красивому виду. И хочу обратить внимание, что, заметьте, в каком состоянии дом, ему еще далеко до чистовой отделки. Видео записывается в мае 2022 года, начало мая. И ребята говорят, что в июле уже будет сдан этот дом. Частовая отделка, бассейн и все благоустройство. Представляете, как быстро строят. Как рассказал нам руководство строительной компании, здесь будет целый жилой комплекс. На его территории будет огромный бассейн, теннисный корт, сауна, хамам, тренажерный зал. Это будет как единая инфраструктура, и она будет неделима. Просто она будет так называемый клубный дом. Она будет закрыта каким-то общим таким забором, и все это будет один большой жилой комплекс на вершине горы. По-моему, потрясающий вид. Попробуем подняться повыше. В этих домах расположены квартиры 1 плюс 1 и 2 плюс 1. Переводя на русский язык, это означает 1 плюс 1 означает комната-студия плюс кухня. Есть комнаты еще 1 плюс 0, это где одна большая студия, квартира, жилое помещение с интегрированным внутри кухни. А есть так называемые квартиры 2 плюс 1, это две комнаты и отдельная кухня. Преимущественно на первом этаже квартиры из формата 1 плюс 1, с выходом к бассейну, но зато не так красиво, потому что находишься на первом этаже. Здесь будет бассейн. Но нас-то как раз и интересуют квартиры формата 2 плюс 1, которые расположены как можно выше. Хотя еще интересный момент, вопрос об инвестициях. На первом этаже можно, например, купить квартиру, апартамент 1 плюс 1, сдавать их, а на втором ты живешь сам. Очень классно. Это классическая комната, квартира, апартаменты 2 плюс 1. Впереди сразу у нас получается санузел, справа первая комната, вернее, это не комната, это кухня, это кухня. Сейчас мы посмотрим, какая она красивая. А эта комната, фактически она как идет спальня, честно говоря, формальная, потому что места в ней не так много, буквально поставить кровать и в общем и целом все. И еще одна спальня, чуть побольше, возможно, для родителей, если есть дети, а там ребенок. Вот с таким вот видом. Но самый потрясающий вид здесь именно из кухни. Вот такого размера сама кухня. Это, напомню, третий этаж. Море отсюда видно, но не так хорошо, поэтому мы сейчас пойдем выше. И вот самый красивый вид, посмотрите, из кухни. Вон там горы. Руководство строительной компании рассказало нам, что именно вот эти дома, именно эта земля очень высоко ценится за счет того, что здесь очень много хвойных лесов. Честно говоря, я встречал пока только пальмы, лимоны и хвой не увидел. Ну, поверим на слово. А это мы с вами находимся на фактически четвертом этаже, но по документам это второй. Комната 1 плюс 1. Слева у нас такой вот санузел. Кстати, когда дома будут сдаваться в июле, все санузлы, кроме как и все апартаменты, они будут уже обустроены по чистовой отделку. Приходишь в тапочках и живешь. Очень классно. Просто огромная, по российским меркам, большая вот такая вот кухня. Почему она большая? Потому что она совмещена вместе со столовой зоной. Кроме того, что здесь где-то нужно будет готовить, здесь же будет находиться стол, за которым будут все обедать. И вот с таким вот потрясающим видом уже на море, которое отсюда видно гораздо лучше. И символическая небольшая такая вот спаленка, куда влезет буквально одна двуспальная кровать. Максимум какой-то трюмо для красильной. Но вид зато точно такой же на море. Это 1 плюс 1. Если не ошибаюсь, мы сейчас будем подниматься на самый верхний этаж. И вот оттуда должны открыться действительно красивые виды, панорамы, из-за которых этот комплекс и интересен. Ребята во все работает, неудивительно. Знаешь, как-то к Юлю сдавать этот комплекс. Здесь, наверное, будет шахта лифта. Ребятушки, мы пришли на самый верхний этаж. И здесь начинается абсолютно что-то вообще невероятное. Смотрите. Это апартаменты двухуровневые. На верх вот такая вот лестница. Туда мы поднимемся чуть позже. А пока давайте посмотрим на основную площадь. Традиционно мы находимся, сразу же входим на кухню. Она же столовая зона. Видимо, здесь она совмещена. Очень интересно, кстати, что здесь может располагаться. Я сейчас узнаю. Здесь санузел. И, судя по всему, просто только туалет. Душевая, видимо, вверх. Но посмотрите, какой вид открывается сверху. Вы только посмотрите. Вы видите море. И только отсюда я увидел, что, оказывается, здесь есть какое-то футбольное поле. Ну и самое интересное, давайте поднимемся наверх. Что же там наверху все-таки? Какие узкие ступеньки. Как мы выяснили, это квартира дюплекс. Попросту говоря, это двухуровневая квартира. Комната над комнатой. И внизу, кстати, возле столовой, когда мы видели отдельный аппендикс, оказывается, это место для обеденного столика. Но мы сейчас на втором этаже. Давайте посмотрим, что здесь. При входе слева мы видим второй санузел. Здесь уже будет не просто туалет, но здесь еще будет и душевая. Это лестница вниз, по которой мы поднялись. И здесь мы видим мансардные окна. Будут установлены, не сейчас. Это одна из комнат. Она уже немного больше, чем просто для двуспальной кровати. Здесь можно разместить сильно много всего. Плюс идет вот такой вот панорамный вид в подарок. И балкон, терраса. Называйте, как хотите. Лоджия. Кстати, это же лоджия. Она совмещена с панорамным видом и самой следующей комнатой, которая тоже является такой гостиной, спальной. Вот так это все выглядит. И здесь должно быть полностью панорамное остекление. Чуть позже мы спустимся вниз в готовый дом. И застройщик ребята покажут из компании строительной нам готовый дом. И в каком виде сдается квартира. А пока я покажу, что здесь есть еще. Вторая спальня. Не обращайте внимания вот на эти дыры в стенах. Это лозы для строителей. Лозейки такие, чтобы быстрее перемещаться между объектами. И быстрее ремонтировать, поскольку они раствор возят. И строят, кстати, из пескобетона. Это означает, что звукоизоляция здесь будет очень хорошая. И достаточно тихо будет. А перегородки, заметьте, из кирпича. То есть дом должен быть очень теплый. И вот здесь будет расположен третий санузел. То есть справа получается унитаз. А слева будет душевая. Опять же, не обращайте внимания на эти дырки. Это технический лаз. Можем просто посмотреть, из какого качества, из каких материалов строится дом. Это пескобетон. Он очень теплый и очень тихий. Площадь такого дюплекса порядка 100 квадратных метров. Точную цифру я узнаю. И мы задали вопрос, в каком же виде сдаются квартиры. О стоимости поговорим чуть позже. Посмотрите, какой вид. Давайте насладимся. Все, насладились. Вся наша бригада уже пошла вниз посмотреть готовый дом. В каком виде его сдают. Пойдемте и мы. Нам очень понравилась вот такая вот студия. Это, получается, крайние апартаменты у дома. С одной стороны мы видим такой видовой пейзаж на море. А с другой стороны немножечко соседнего дома. Но в большей степени тоже горы и скалы. Это крайние апартаменты. Достаточно уютные. Справа соседей нет. Слева соседей нет. По сути, соседей только с одной стороны. Очень удобно. Ребятушки, в этом доме 20 всего апартаментов. Надеюсь, вам было интересно. И прямо сейчас мы поедем в дом рядом, который уже сдан. И посмотрим, как выглядят квартиры в готовом ремонте. Будет интересно. Мы приехали в один из построенных домов. Он уже сдан. И где-то даже живут люди. Вот на его примере мы сейчас и посмотрим, как выглядят готовые квартиры. На первом этаже такого дома находится спортзал. Дом настолько новый, что спортзал даже еще не весь заполнен. Видно, что не вся подключена инфраструктура. Вот здесь, например, на стене должен располагаться кондиционер. Сразу при выходе из спортзала нас встречает вот такая вот сауна. Это хамам. А вот соседняя дверь – это как раз таки сауна. После спортзала и сауны с хамамом, конечно же, нужно окунуться куда? Правильно, в бассейн. Мы находимся в помещении, где расположен зимний подогреваемый бассейн. И именно по той самой причине, что он зимний, этот бассейн сейчас пустой. Дом настолько новый, что еще не все квартиры даже сданы, проданы. И в некоторых никто не живет. Но они уже чистовые. Вот одна из них под номером 38. Пойдемте посмотрим. Вау, какая красивая кухня. Каменная столешница. Вот такую же столешницу мы хотим с переходом в ракетон сделать у себя в доме с Настей. Какие светлые потолки, обратите внимание. Высота 2,80. Никогда не видел таких стеклопакетов. Какая тяжелая дверь. Но ощущение чего-то крепкого и очень надежного. Толстый стеклопакет. Это, видимо, комната-спальня. Это санузел. Вот в таком видео он сдается. Это самая большая комната. Вот эти технологии итальянские, они здесь, само собой разумеется. Тем более, лишь лоджия, она большая. И со всех комнат ты можешь находить на эту же лоджию. Лоджия не просто большая, она еще и квадратная. Точнее, треугольная. Она заходит за угол. Только посмотрите на это. Кто-то скажет, что да, возможно, не самый лучший вид, потому что вот дом строящийся, вот дом строящийся. Один уже построен, другой тоже строится, достраивается. Но напомню, мы приехали посмотреть именно качество отделки и то, в каком виде квартиры сдаются в готовом виде. В комплекте уже идет видеодомофон даже. Так, квартира, про которую я тебе разговаривал, ниже, которую вы говорили. Аналогичный, только 2 плюс 1 на этой стороне. Дюплекс здесь есть? Дюплекс есть? Дюплекс и вот. Они все видовые, понимаешь? Ребяшки, вот такая вот экскурсия получилась по новостройкам, по недвижимости в Турции, конкретно это район Авсалар. Надеюсь, вам было интересно. Нам дали вот такую вот презентацию с файликами и заодно ценами. Ну, что касается цен, пишите, пожалуйста, в личку, если хотите узнать подробности. Но напомню, это видео записывается в мае 2022 года, поэтому, если вы его смотрите чуть позже, цены могут быть, возможно, неактуальны. И опять же, эти квартиры видовые, с видом панорамным на море, на город. Поэтому, опять же, на этапе строительства цены могут быть другие. Но если кому-то интересно, пишите. Надеюсь, вы испытали удовольствие при просмотре этого ролика. Если будут вопросы, пишите. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok